Европа хочет заблокировать русскую нефть в датских проливах. Детей готовят к ядерной войне, а из сериала «Вампиры средней полосы» вырезали Гагарина. Это «Воздух новости» на Ходорковский лайф. Меня зовут Елена Малаховская. Прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. Тревожная новость для российского нефтегаза. ЕС предлагает Дании проверить и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды в рамках мер против обхода потолка Ц. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на три источника. Дело в том, что вся российская нефть, поставляемая через Балтийское море на мировые рынки, а это примерно 60% от общего объема морского экспорта нефти России, идет как раз-таки через датские проливы. На это указывает издание Financial Times. Заблокировать российские танкеры Европа хочет, чтобы Россия не могла избегать установленного ЕС ценового потолка на нефть. Этот потолок запрещает западным компаниям предоставлять страховку на нефть, если она продается по цене выше 60 долларов за баррель. В ЕС признают, что России удается обходить ограничения. Но вот теперь Дания сможет останавливать и обследовать танкеры, следующие транзитом через ее воды. Дело в том, что законодательство позволяет государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды, поясняет Financial Times. Российским школьникам расскажут об оружии массового поражения. В средней школе детей научат тому, как действует такое оружие, например, ядерная бомба. А вот старшеклассникам уже будут давать более прикладные знания и поговорят с ними о боевом применении беспилотников. Причем уроки ОБЖ будут заменены в обоих случаях на основы безопасности и защиты Родины. Все это следует из проекта приказа Минпросвещения. Помимо оружия массового поражения учеников также собираются познакомить с тем, как устроено и действует стрелковое оружие. Кроме того, дети должны будут знать основные положения уставов российской армии. Все это, конечно же, для формирования у школьников чувства гордости за страну и ответственного отношения к долгу защищать Отечество. Другими словами, это еще один вектор идеологической накачки, чтобы нормализовать войну в Украине и необходимость умирать на ней. Ну, зато без ЛГБТ и ужасных западных ценностей типа демократии и свободы слова. Дмитрий Песков снова прокомментировал помилование Владислава Канюса, который должен был сидеть 17 лет за жестокое убийство 23-летней Веры Пехтелевой, а также помилование убийцы Анны Политковской Сергея Хаджик-Урбанова. Вот как пресс-секретарь Путина объяснил, почему участники даже таких резонансных дел все равно попадают под процедуру помилования. Существует определенная практика, которая реализуется. И, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного. В целом, мне нечего добавить к тому, что уже было сказано. Ну а на вопрос, почему Канюса освободили еще и от необходимости выплачивать компенсацию морального вреда родственникам убитой девушки, и где справедливость, Песков заявил, что не его прерогатива говорить об этом. Что ж, на прошлой неделе это не помешало Пескову заявить, что Канюс искупил вину кровью на поле боя под пулями и снарядами. Ну и какой же новостной выпуск без сына Кадырова? Вы не поверите, 15-летнего Адама снова наградили на этот раз орденом заслужения религии ислам первой степени. Это седьмая награда за полтора месяца, хотя мы уже сбились со счета. РИА Новости цитирует министра по национальной политике Чечни Ахмеда Дудаева. Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей. Конец цитаты. В Воронеже полиция пришла в ресторан, где выходцы из Азербайджана отмечали день рождения. Им вручили 50 повесток военкомат. Об этом сообщают вести Воронеж. Место действия – ресторан под названием «Форд». Силовики нагрянули в заведение, где большая компания праздновала день рождения вечером 14 ноября. Застолье сорвалось, так как у гостей в срочном порядке начали проверять документы. В итоге большинство отдыхающих вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России. Журналисты запросили комментарии правоохранительных органов по поводу происходящего, но на момент публикации новости его не получили. Из российского сериала «Вампиры средней полосы» вырезали сцену, в которой персонаж Юрия Стоянова помогает дорисовать граффити Юром и все. Ну и дальше вы знаете. Ну что вам, доляда, ручонки вам ваши поотребать? У тебя все так. Все так-то. Кинокритик Евгений Баженов, более известный как «Бэткомедиан», обратил внимание, что сцена оказалась удалена из шестой серии второго сезона сериала. Причем удалена она не только на стримингах «Старт», «Кинопоиск» и «Винг», но также и на некоторых пиратских копиях. Продюсер сериала Виталий Шлепо в комментарии к изданию «Дейли Сторм» рассказал, что ничего не знает об удалении сцены и пообещал разобраться. В Киеве демонтировали памятник Пушкину. Видео опубликовал в своих соцсетях советник главы Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец. Памятник стоял у парка Киевского политехнического института в центре города. Его неоднократно обливали краской и оставляли надписи с требованием снести. Пока Пушкина демонтировали, он успел чуть-чуть врезаться в постамент. Добавлю, что это не первый памятник русскому поэту, который снесли в украинской столице. В прошлом году там был демонтирован бюст Пушкина у Национального транспортного университета. Зам декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кабаладзе уволили после того, как тот пригласил на лекцию Ивана Урганта. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Кабаладзе пропал из списка преподавателей на сайте вуза, но его личная карточка осталась. В ней говорится, что он проработал зам декана с 2014 по 2023 год. Как сообщает канал «Осторожно, Москва», студенты Кабаладзе уверены, что на него давили и просто вынудили уйти. Поэтому теперь они намерены написать коллективное письмо с просьбой вернуть преподавателя. Также студенты рассказали журналистам, что после встречи с Ургантом Кабаладзе запретили звать даже Алену Долецкую. Вместо этого он должен был приглашать на факультет военкоров. Что ж, это все новости, которыми я собиралась с вами поделиться. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка, так вы помогаете нам распространять ролики. Ну и обязательно подпишитесь на Ходорковский лайв, если вдруг почему-то до сих пор этого не сделали. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok